Алексей Вячеславович, добрый день! Расскажите о своей работе в качестве депутата. Какие задачи ставят перед вами ваши избиратели и какие проблемы удалось решить, скажем, за последний год? У нас три депутата во Втором Иркутске и мой обруг это вот как мы въезжаем во Вторую Иркутск по улице Мира, между улицей Мира и железной дорогой, это вот все, грубо говоря, мой обруг. Округ номер 7. Задачи, про которые вы спрашиваете, они традиционно из года в год практически одни и те же, с небольшими нюансами. Это благоустройство общественных территорий, это благоустройство дворовых территорий, это приведение в нормативное состояние дорог, это работа с нашими коммунальными службами, состояние контейнерных площадок, то есть вот озеленение округа, все вот вокруг этого, основные вопросы наших избирателей, они строятся из года в год. Две трети округа это многоэтажное жилье и одна треть это частный сектор. А по частному сектору проблемы решаются? Я знаю, что там есть проблемы. Есть вопросы и по дорогам, и по водоснабжению, и по благоустройству и установке детских площадок, все это стараемся тоже решать. Ну вот, как пример, по благоустройству и по дорогам. На одной из встреч с жителями предвыборной еще в 2018 году задавался вопрос по строительству сетей магистрального водопровода, для того, чтобы жители могли в дом себе провести центральное водоснабжение, а не бегали на колонки. Нам это удалось сделать. Мы совместно с сетевой компанией Иркут путем непростых переговоров с администрацией города и области сформировали инвестиционную программу. В 2024 году мы приступаем к проектированию сетей водопровода. После этого по двум улицам, по Полтавской и по Почтамской пройдут магистральные водопроводы. И после этого уже мы туда зайдем с асфальтированием. Сегодня жители просят асфальт, но я им рассказываю, что нет смысла сегодня его делать, поскольку потом мы все перекопаем с водопроводом. Жители с пониманием к этому относятся. И, в общем-то, у нас с жителями вот такая договоренность, что 25-й год, 24-е проектирование, 25-е реализация непосредственно строительства водопровода и впоследствии 25-й, может быть, начнем, 26-й, 27-й, это уже асфальтирование дорог частного сектора. Несколько лет назад, поскольку я депутат, уже третий созыв, приходили и говорили, вот у нас есть пустая территория, и ее надо благоустроить, и мы за это время уже благоустройство там выполнили, то сегодня приходят и говорят, а вот давайте мы, например, в Парке Победы добавим то-то, то-то. Или, например, в нашей роще на маршалах Говорова, когда мы начинали ее благоустраивать несколько лет назад, горку там ставили и прочее, сегодня говорят, вот надо там горку поправить или еще что-то, или давайте добавим чего-то. То есть сегодня вопросы касаются уже, может быть, улучшения, расширения тех работ, которые уже давно на округе ведем. В качестве депутата вы работаете уже третий созыв. Можете поделиться впечатлениями о том, как изменился наш город? Что стало лучше, а возможно над чем-то нам еще нужно работать? Мне нравится, в принципе, что город начал меняться в лучшую сторону в плане даже визуальном. За последние вот эти 15 лет очень много, большое количество строительства идет. Город живет и количество тех же машин в городе увеличивается. Те же новое жилье, про которое мы говорили, оно строится. Те же новые школы тоже строятся, но с одной стороны это хорошо, с другой стороны дополнительные вопросы. Например, ну, грубо говоря, было 5 школ, стало 7 школ, надо их содержать. Затраты на содержание школ в бюджете, опять же, увеличиваются. Если, например, количество транспорта, то увеличивается нагрузка на дороги. Опять же, необходимо более плотно решать вопросы с обеспечением стоянками и так далее. То есть, с развитием города появляются в том числе и новые задачи, которые приходится решать и на которые приходится отвлекаться и затрачивать и временные, и какие-то мозговые ресурсы для того, чтобы эти вопросы решить. Несколько лет назад городская дума утвердила программу развития транспортной системы в городе. И периодически в нее вносятся поправки. Что и когда изменится в транспортных развязках и перевозках в ближайшее время в нашем городе. Первое глобальное – это то, что мы, как я уже сказал, должны получить дополнительно 80 автобусов, которые выйдут на линии в городе Иркутске. То есть, это значительно улучшит транспортное обслуживание наших жителей. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас в этой программе предусматриваются затраты на проектирование и строительство в том числе развязок автомобильных. Могу доложить, что, например, сегодня идет активно проектирование лермонтовской развязки. И это, скажем так, не только Свердловский округ, это весь город так вздохнет спокойно, поскольку сегодня, когда на лермонтовской развязке все стоит, через мост и правый берег тоже в пробку упирается. То есть, вот это нас ждет. Более того, на основе вот этой программы сегодня идет корректировка генплана города Иркутска, куда тоже вносятся изменения в плане дополнительных развязок, дополнительных расширения магистрали и прочее. Например, в программе у нас есть транспортные узлы, которые запланированы к строительству, чтобы уменьшить нагрузку на центр города междугородних и межмуниципальных автобусов. На сегодняшний день порядка 180 маршрутов заходят в центр города по разным трактам. И для того, чтобы их не запускать все в центр, они же едут куда у нас? С Уфиперовской, автовокзал и железнодорожный вокзал, то есть практически в центр города. Вот для этого на въезде в город с разных трактов будут транспортно-пересадочные узлы. По маршрутной сети там отдельно можно говорить и суток не хватит все это дело обсудить, что у нас на сегодняшний день есть и дублирующие маршруты, и далеко не оптимальная маршрутная сеть. И вот впоследствии нам предстоит и маршрутную сеть перестроить, чтобы убрать дублирующие, добавить где-то в какие-то районы маршруты. Сейчас в городе активно обновляется автопарк муниципального транспорта. Однако автобусы частных перевозчиков оставляют желать лучшего, о чем нам периодически напоминают наши читатели. Как считаете, может ли сегодня муниципальный транспорт заменить частных перевозчиков? Вообще такая тема обсуждается в администрации? В первый раз мы так обширно это обсуждали несколько лет назад, когда частные перевозчики устроили типа забастовки и не вышли на линию. Вы, наверное, помните эту историю несколько лет назад. И вот тогда было предложение, в принципе, все полностью перевести на общественный транспорт и чтобы только общественный транспорт. Поскольку муниципальный транспорт, никто ему не позволит не выйти на линию. Но и тогда, и сейчас мы понимаем, что, а, должна быть альтернатива, б, должна быть возможность у тех, кто в этом бизнесе зарабатывать деньги, поскольку это все равно бизнес и в нем занято достаточно много людей. Сегодня лишить их заработка, думаю, наверное, неправильно. И в все-таки надо найти баланс между муниципальным и частными перевозчиками. В принципе, такой баланс найти возможно, и к этому надо стремиться. А вот если говорить по поводу состояния транспорта и почему так происходит, то, что нет права здесь, наверное, вы отчасти право, но именно отчасти. Во-первых, раньше у нас была такая, скажем так, уведомительная система, от которой мы сейчас уходим, когда предприниматель покупал автобус, уведомлял администрацию, что вот я хочу ездить по такому-то маршруту. Ему выписывался маршрутный лист и он ставил на маршрут транспорт и ездил. На сегодняшний день мы переходим на брутоконтракты, то есть там на сегодняшний день в принципе меняются договорные взаимоотношения между муниципалитетом, заказывающим эту услугу участника и непосредственно частником. Там прописывается и какие автобусы должны быть, какой вместимости, по какому расписанию должны ездить, по какому маршруту и так далее, и так далее. То есть это будет уже при полном переходе вот на эти брутоконтракты совсем другая система взаимоотношений между участником, между перевозчиком и муниципалитетом. Это первое. А второе текущее состояние, я, наверное, сейчас скажу непопулярную вещь, это наш уровень тарифа, за счет которого перевозят перевозчики. У нас самый низкий тариф на перевозку по всем близлежащим. Стоимость проезда у нас самая низкая, если сравнить и с Улан-Удэ, и с Читой, и с Красноярском, и с Новосибирском, тем более Москва, Санкт-Петербург. Алексей Вячеславович, а какие экологические проблемы есть у нас в городе? Я не скажу, что он самый грязный, но, к сожалению, назвать его чистым тоже нельзя. У нас на сегодняшний день большую долю загрязнений дает это количество транспорта, который на дорогах у нас. Это первое. Второе, у нас большое количество нецентрализованных теплоисточников, которые, соответственно, дают выбросы, например, Жилкино, тоже второе, Иркутск, у нас там четыре котельных, баррикад, вот из чего сегодня строится тепловой луч для того, чтобы закрыть много котельных. Со временем ситуация-то будет выправляться, но на сегодняшний день большое количество таких теплоисточников, которые без какой-то очистки, после того, как сожгли уголь или мазут, все это выбрасывается в атмосферу и все это оседает здесь же, в городе. То есть в этом плане еще есть над чем работать. Во-первых, я являюсь первым заместителем секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия». У нас секретарь Волотов Руслан Николаевич, я его первый заместитель. А в Думе города Иркутска я возглавляю фракцию «Единая Россия». И что включает эту деятельность? Это вот то, что мы с вами чуть-чуть коснулись. Это партийные проекты, это контроль за реализацией партийных проектов, это участие в обсуждении всех программных и главных документов города, от генплана до бюджета города. Это различные направления, мы можем у себя на фракции рассматривать многие вопросы именно с точки зрения партийной, тот же бюджет города. И мы его можем обсуждать не только в рамках комиссии или в целом заседании города, ой, Думы города, мы можем еще и на фракции его обсудить, посмотреть, как он учитывает в том числе интересы тех программ, которые курирует партия «Единая Россия», и сформировать уже консолидированную свою позицию с тем, чтобы эту позицию донести уже на заседание Думы. Поскольку у нас на сегодняшний день 18 депутатов Думы входят во фракцию «Единая Россия», у нас есть серьезно консолидированное большинство, которое может повлиять на принятие решений. Но чтобы это решение состоялось, и оно было правильное и грамотное, предварительно оно должно быть обсуждено на заседании фракции. И вот уже, когда это проходит, я уже могу озвучить эту консолидированную позицию на заседаниях Думы и уже коллеги, которые путем обсуждения к какому-то решению пришли, они уже будут это решение поддерживать, и соответственно, представляю, что у нас большинство, мы это решение можем в том числе и реализовать путем голосования на Думе.